Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. И, продолжая разговор о послании к евреям, мы обратимся сейчас к 12 главе. 12 глава предпоследняя, также она посвящена тому, что такое вера в понимании автора послания, но уже применительно к его, собственно, читателю. В предыдущей главе он показал на множестве примеров, что вера – это в сущности доверие тому, что Бог обещал, и, таким образом, ожидаемое реализуется в нашей жизни, когда мы доверяем Богу обещавшему это. И вот теперь в 12 главе он продолжает, собственно, свои разъяснения. И говорит он о том, что, ну вот, у нас столько примеров, такое облако свидетелей, поэтому свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и будем проходить предлежащее нам поприще. Да, вот тот путь, который перед нами лежит, мы будем проходить. Его, освободившись от греха, от этого бремени, вот, освободившись при помощи доверия, при помощи доверия и будем проходить этот путь с терпением. Другой вариант того же самого, он говорит, вот посмотрите на того, кто является началом и концом веры. Начальник и совершитель веры, все на дальнем переводе, ну, альфа и омега, начало и конец. Источник нашей веры, ее завершение. То есть, тот, доверяя, кому мы можем поверить, и тот, кого мы обретаем в результате, в конце этого пути доверия Богу. Начальник и совершитель веры, источник и цель веры, буквально. Можно было бы перевести эти слова. Источник и цель веры, Иисус. Ну, собственно, это еще один вариант символа веры, на самом деле, первого столетия. Но невозможно не обратить внимания на то, что дальше. Во втором стихе пишет автор послания к евреям о Господе Иисусе Христе. Потому что, смотрите, он говорит, будем взирать, будем совершать наш путь, наше поприще, взирать на начало и цель нашей веры Иисуса Христа. «Вместо радости, которая ему причиталась, он претерпел крест, невзирая на позор, и воссел справа от Божьего престола». Ну, во-первых, здесь речь идет о невзирая на позор или пренебрегшем посрамлении. Дело в том, что все-таки для читателей послания к евреям, как, по-видимому, и для автора, «проклят всяк, висящий на древе» – это далеко не пустой звук. Поэтому для них позорность, унизительность смерти на кресте сами по себе усиливаются тем, что это смерть такая. Смерть есть некий знак проклятия Божьего. Проклятие Божьего. То есть это не просто стыдно, но это, ну, в конце концов, понимаете, когда человек умирает, уже по большому счету позор перестает иметь значение. Но это именно знак проклятия Божьего. Вот почему эта позорность, эта унизительность, посрамление, как в других переводах, так важны для автора этих слов. Вот, он пренебрег посрамления или, невзирая на позор, сел одесную престолу Божьего. Кроме того, вместо радости, которая ему причиталась, он претерпел смерть на кресте, вместо предлежащей ему радости. С одной стороны, все понятно, а с другой стороны, сколько ни думай о том, какая картина мира стоит за этими словами апостола Павла, ты до конца ее можешь не постичь. Что такое предлежащая ему радость? Что имеет в виду автор послания? Радость, которая предлежит Сыну Божьему, через которого сотворен мир, от того, что он будет царем этого мира? Или речь идет о радости Мессии, который становится царем Израиля и приводит к Богу мир, свой народ и всех остальных близких и дальних, кого не призовет Господь Бог наш. Что значит предлежащая ему радость? Радость воцарения или что-то другое? Радость, которую принесет наша вера, наше доверие, это ведь очень непростой вопрос. Так сказать, гипотетическая схема развития событий, что должно было происходить с момента Рождества Христова, чтобы была явлена эта предлежащая ему радость. Ну вот, автор послания к евреям пишет, что вместо этого он претерпел крест. Что-то пошло не так. Ну, по его логике в данном случае, вместо того, что должно было быть, предлежащей ему радостью, он претерпел крест. Вот на это будем смотреть, на него, на то, что он пренебрегший по срамлению, тем не менее, этим крестным путем идет к Богу. И по сравнению с этой мыслью, с этой картиной жертвы Христовой, все остальное становится для автора послания к евреям менее важным. Менее важным. Он говорит, подумайте о том, как он претерпел над собой такое поругание, чтобы вам не изнемочь, не ослабить душой. Таким образом, для автора послания к евреям возможность укрепиться для любого христианина действительно в том, чтобы смотреть на источник и цель веры, на Христа. Но именно на Христа распятого. И вот тут действительно прямо становится похоже на идеи и слова апостола Павла, который говорит о том, что он положил прийти к нам, не знающий ничего, кроме Христа, притом распятого. Вот здесь то же самое. И он пишет своим читателям дальше, что ваше стояние в вере, ваша борьба с грехом еще не привела к гонениям, собственно, к масштабным гонениям, которые неоднократно происходили в Иудее и за ее пределами со стороны иудеев обрушились на христиан в первом столетии. Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха. Это весьма важный момент, потому что многие толкователи любят разные экзотические толкования этого места, предлагать, что, дескать, еще недостаточно мучительно вы ограничивали себя в пище или в чем-нибудь еще, вплоть до разных средневековых экзотичностей, вроде самобичевания. Но на самом деле автор говорит простую вещь. Вот посмотрите на Христа, который идет путем крестной жертвы, и вы держитесь на этом же пути. Еще вас не гонят, еще вас не убивают, но вы уже плохо помните, как Бог ободряет вас, как своих сыновей. И следующий пункт рассуждений заключается в том, что Бог-то оказывается, говорит автор, к вам относится, как к сыновьям, не только к Иисусу, который действительно Сын Божий, но и к вам. Бог относится, как к сыновьям. Поэтому нечего удивляться, что все трудно. Нечего удивляться, говорит автор, что вас наказывают, потому что, если бы вас не наказывали, это значило бы, чтобы вы не законные сыновья, а какие-то там внебрачные, ничего не наследуете. И вообще Бог, если наказывает, наказывает ради действительной пользы. Ой, какое трудное рассуждение, потому что оно предполагает, что Бог все же наказывает. Тут я бы сказал, что немножко занесло в его рассуждениях автора послания к евреям. У него появляется здесь наказание как термин, как высказывание, причем в цитате. И цитате даже не из пророков, а из притчи, из литературы мудых Израиля. Но вместо того, чтобы релятивизировать точку зрения автора притч, что, в общем, сделал бы современный экзегет, конечно же, он вместо этого никуда не денешься, пытается что-то про это наказание сказать, раз уж термин появился. Хотя, повторяю, что это не единственное, и, может быть, даже и не идеальное экзегетическое решение, но он принимает вот такое. Соответственно, он говорит о том, что, ну да, наверное, можно говорить, что Бог дает нам какое-то наказание, если мы чего-то там не то терпим наказание, Бог поступает с нами, как с сынами, значит, говорит он, пытаясь найти в случайно процитированном им термине наказание, случайно, ему не так, чтобы прямо очень нужно было цитировать это место, тем не менее, вот, объясняя, что раз все-таки есть ли уж говорить о наказаниях, есть ли вообще пользоваться этой терминологией, то, значит, речь идет о вас как о сынах, значит, речь идет о некоторой пользе для нас, и эта польза в том, чтобы доставить нам мирный плод праведности. Поэтому, ему снова говорит, даже если страшно, руки дрожат, подгибаются ноги, держитесь, держитесь, идите прямо ногами вашими, чтобы всякое хромлющее, всякая нога заплетающаяся не вывихнулась, а исцелилась. И, наконец, дальше автор послания предлагает вполне конкретные примеры, что же это значит, вот так быть верными Богу, так доверять, что значит мирный плод праведности. И он говорит, смотрите, с 14 стиха, старайтесь иметь мир со всеми и святость, ищите мир со всеми и себе освящение, ведь без этого никто не встретит Бога. Имеете мир со всеми и святость, без которых никто не увидит Господа. Я бы сказал, в системе ценностей, в том, что мы о себе думаем, вот эти вещи оказываются самыми важными, мир со всеми и принадлежность Богу, принадлежность Богу, исполнение его воли, вот что, собственно, есть святость. Без этого, говорит автор посланник евреям, ничего не выйдет, никто без этого не увидит Бога. И вот смотрите, чтобы не делать всего того, что может лишить вас этой благодати Божьей. Вспоминает историю о том, как народ Божий приступил к горе, осязаемой, пылающей огнем, вот, и если кто дерзал прикоснуться к подножию этой горы, должен был быть побит камнями, и здесь он говорит следующее, но вы приступили к горе Сиону и городу Бога живого, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов. Таким образом, все то, к чему приступают христиане, куда выше, важнее, прекраснее горы Синайна, который был заключен завет с Моисеем, и вы таким образом приступили к церкви первенцев, написанных на небесах, к Судьи всех, Богу, и к ходатаю Нового Завета Иисусу. Вот, снова, как вывод из того, что он говорил в предыдущих главах, автор свидетельствует о том, что нам дан завет куда лучший и больший, и превосходнейший, и самое главное, полный и совершенный по сравнению с Моисеевым Заветом. И дальше он говорит, ну вот и поэтому смотрите, чтобы вам не отвергнуться от говорящего, чтобы вам не отвратиться от говорящего, потому что если мы с вами принимаем подлинное неколебимое царство, значит, надо хранить благодать, потому что Бог есть огонь поедающий, Бог есть пламя. Как говорила Мать Мария из Копцового христианства, это огонь или его нет? Вот это образ из послания к евреям, Бог есть огонь поедающий, ты либо ходишь в этом пламени живой, как три отрока в печи в Иерусалиме и это в доверии, либо не доверяя и околеблясь и отпадая, ты будешь сожжен. Вот мы принимаем царство неколебимое, поэтому будем хранить благодать, благой дар, которым будем служить Богу. Звук Продолжение следует...